всем привет сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такой симпатичный узор узор с вытянутыми петлями вот видно вытянутые петельки для этого нам понадобятся нитки крючок и школьная линейка можно вместо линейки брать если ниточка потоньше можно брать например что-нибудь по по уже то есть можно брать карандаш трубочку какую-нибудь ну то есть уж приспособиться к тому какая величина нам нужно для вытянутых петель и чик я покажу как это делается на линейке а вы уже сможете под ниточки подбирать толщину планочки любой чего-нибудь ровненького или как я уже говорила карандаш можно брать если тоненькая ниточка чтобы не сильно большие были вот эти вытянутые петли и так набираем количество петель необходимое я беру так чтобы у меня получалось вытянуть вытянутые петелечки мои по 5 петель и чик вместе то есть я набрала уже вас воздушных 20 петель для образца и так что мы делаем берем линейку вот обычная школьная линейка удобно брать пластиковую такую она скользко потому что на деревянной может немножко ниточка как бы за зацепляться но в принципе можно и деревянную брать и вот надеваем эту петелечку на линейку дальше следующую петлю берем провязываем на линейку вот так следующую снова петелечку протягиваем нитку и одеваем на линейку и так делаем все петли до конца ряда вот так итак набрали вот все петелечки вытянутые на линеечку теперь аккуратно снимаем с линейки они никуда не деваются вот переворачиваем вязание и дальше рабочую нить оставляем вот как бы с задней стороны вот так поднимаем на высоту ее этих петелечек и беру 5 петель вот 5 петелечек я беру вот таким образом немножко проворачивая сейчас ниточку ушло вот так вот и провязываем ниточка первое неудобно уходит вот так и провязываю 5 столбиков 1 2 3 4 5 вот так получается дальше снова беру 5 петелечек вот смотрю чтобы они ровненько одинаково лежали не перекручивались потому что потом не очень красиво будет вот так снова их как бы проворачивая вот так и здесь уже с этой стороны снова провязываем 5 столбиков так 1 2 3 3 4 и 5 вот уже видно красиво получается и так делаем все петелечки 45 5 5 беру чтобы не потерялась никакая петелька и снова провязываем их столбиками узор очень легкий быстро вяжется так как петелечки вытянутые поэтому провязывается как бы сразу большое расстояние ну и смотрится оригинально красиво и последние 5 петелечек 2 3 4 и 5 вот и снова провязываем их вот я их беру как бы пальчиком и провязываем снова столбиками 1 1 2 2 3 4 5 вот дальше дальше если вы хотите узор только из вытянутых петелечек то переворачиваем и снова таким же образом можно одевать на линеечку это же самое делать я провязываю между петельками этими еще один ряд сейчас 1 2 3 подымаюсь на 3 воздушные петелечки делаю столбик с двумя накидами и в серединку вот посерединке среднюю петелечку провязываю и так 5 таких столбиков с двумя накидами делаю в одну и ту же петелечку и 5 вот так получается и так каждому вот каждому такому фрагменте q соединяем снова посерединке вяжем вяжем снова первый столбик с двумя накидами 2 здесь же 3 4 и 5 и так до конца ряда вяжем 4 4 и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В каждую петельку делать столбик с одним, с двумя накидами. То есть уже вы выбираете сами узор к этим вытянутым петелечкам. Так, 4, 5... И соединяю для того, чтобы было ровненькое полотно. Здесь я делаю столбик с тремя накидами. Продолжение следует... Крайнюю петелечку соединяем. Так. То есть выравниваем край. Вот так вот. Дальше переворачиваете. И снова вытягиваете первую петелечку. берете линейку. И снова, как и в первом ряду мы делали, к каждой петелечке. Вот. В каждую. Протягиваем ниточку и на линеечку. Ну вот. Повторяем дальше то, что делали в самом начале. И такой симпатичненький узор получается. Вот. Покажу еще раз. В изделии я себе свитер вяжу. Вот такой вот он. Очень интересный, красивый, быстро вяжется. И, как я уже говорила, оригинально смотрится. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал, если вам нравятся мои видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok